Всем привет, мои хорошие! С вами Светлана. Сегодня у нас рубрика Фоберлик без прикрас. Целый пакет пустых баночек, много интересного и только честный отзыв. Итак, поехали! Буду по порядку все доставать и вам рассказывать. Закончился вот такой вот стиральный биопорошок Гринли. Артикул его 118.91. Это у нас для белых и светлых тканей. Но я им стирала абсолютно все. Не вижу как бы смысла в разделении. Нравится порошок Гринли, нравится и классический Гринли. Поэтому, когда бывает акция, с удовольствием беру. Хорошо отстирывает, вещи выглядят достойно, все нормально. Тут внутри такой вот еще пакетик. Есть мерная ложечка такая бумажная, но я ей не пользуюсь. Пользуюсь ложечкой от классического порошка. В общем, все в нем замечательно, все в нем нормально. Поэтому, да. И обычный порошок закончился. Альпийский луга я беру всегда. Или его, или горную свежесть. Есть артикул 300, 22, здесь 800 грамм. Прировнивается к 3 килограммам обычного порошка. Он у нас гипоаллергенный, потому что он такими, знаете, гранулами. И при засыпании машинку при стирке он не пылит. То есть можно даже осматиком. И детские вещи им тоже можно стирать. Не знаю, по-моему, они у нас 0+, если я не ошибаюсь. Но у нас есть и детская линейка. Довольно экономично, хорошо отстирывает. Новая обновленная усиленная формула. Люблю, постоянно беру. Тоже пользуюсь уже не один год только этими порошками. Как только вот обновили их, они стали мощными. Так ими и пользуюсь. Так, закончился вот такой вот шампунь. Бальзам 3 плюс из линейки техно-киц. Видите, как спят даже. Прям добили. 2354 его артикул. Пахнет сочным зеленым яблочком. Хорошо промывает волосы. Не сказала бы, что здесь бальзам. То есть он не делает это гладкими. Нет, отнюдь. У нас все равно волосы после него путаются. И как пену для ванны тоже применяем. Никаких нареканий. Тоже берем очень часто эту покупку. Повторяю. Закончился ультракондиционер для белья розовый бархат. Рассчитан на 30 стирок. Довольно тоже экономичный. Артикул 11855. И это моя новая любовь среди кондиционеров и берлик. Не только теперь я люблю органу, но еще вот этот вот розовый бархат. Он действительно классно пахнет. И вещи на выходе классно пахнет. И аромат, когда вещи сохнут по квартире, вообще обалденный. Очень нравится. Он такой вот белесый. Пахнет действительно цветочками и даже больше каким-то парфюмом. Поэтому кто не пробовал еще розовый бархат, когда бывает акции, советую вам, девчонки, искренне к нему присмотреться. Обалденный. Кто любит, когда белье пахнет, конечно. Так, дальше. Закончился концентрированный гель для стирки детского белья 11515. Его артикул. Очень я оценила эту линейку. Очень она мне понравилась. С рождением второй дочки, да. Пользуюсь ей 0+. Дерматологически протестировано. Никаких аллергий у нас он действительно не вызывает. Удобная крышка с дозатором. Здесь миллилитраж. Расход у него небольшой. Стирать приходится часто. Довольно экономичный тоже. И мне очень нравится отдушка у этой серии. Что кондиционер, что гель для стирки белья. Очень приятно пахнут. И на выходе тоже есть легкий аромат. Знаете, такой чистоты детства. Вкусненько. Мне нравится. Я и взрослые вещи иногда им тоже стираю. Так, закончился вот такой биогель для очищения туалета, для жесткой воды. Серии Гринли. Артикул у нас 108-98. Он отлично справляется со своей задачей. Хотя больше я люблю классический наш первый гель для туалетов. Но это тоже он справляется. Задача своей обалденной. То есть залил унитаз. Дал постоять 10-15 минут. Даже 5 иногда хватает. Потом просто смыл. Ничего чистить не приходится. То есть все нормально. Единственное, меня убивает тут запах. Вот это я не люблю. Поэтому его повторять я больше не буду. Фу. Это химоза, хлорка. Хвойной отдушки здесь тоже достаточно. И очень он такой ядреный. Поэтому не хочу. Задохнуться можно. Так, дальше закончился у меня вот такой травяной чай кардио. Я пила его во время беременности, когда немножко у меня повышалось давление. И вы знаете, неплохо. В принципе, без таблеток оно у меня снизилось. Какой-то период был. Там недельку-две вот оно повышалось. Потом все. Я пила. Я показала состав своему гинекологу. Она одобрила. Сказала, что такой чай во время беременности можно. Он очень вкусный, потому что здесь у нас мятка. Она преобладает. Пустырник, донник, иван-чай, амела, плоды боярышника, трава тысячелистника, мята. Так, артикул, девчонки, заклеен что ли? Ага. 156,64 артикул. Здесь 20 пакетиков. Поэтому берите на заметку, да, беременяжкам тоже такой чай можно принимать. Так, из еды еще. Закончился рис по сицилийски с тыквой и специями. Вы знаете, у меня, в принципе, его оценили все, как ни странно. Хотя из-за питания не чаев у меня мои домашние ничего не любят, чтобы я не брала. А этот кушали. Кушали с удовольствием. Я туда еще добавила мяско, конечно. Потому что так это совсем не сытно. И здесь не на три порции, а больше. То есть мы втроем покушали, у нас еще осталось на следующий день порции две, наверное. 161,08 его артикула. И здесь прям, ну, не сильно много специй. Они не так сильно бьют в нос, как в некоторых других блюдах не чаев. Поэтому нормально, возможно, буду повторять. Потому что быстро, потому что просто. Да, я засыпала в сковородку, я не варила, и добавляла в сковороду воду. И тушила. Прекрасно. Можно добавить море продуктов, можно мяско, кто что любит. Замечательно. Можно грибочки. Так, дальше. Закончился у меня кофе, девчонки. Молотый, отборные сорта. Утро. Понравился кофе. Мы с вами его ни в одном видео даже тестировали. А в нескольких 160-46 артикул. Здесь у нас сзади зип такой замок. Сзади, не тебе, это некоторые неправильно начинают ракать. Разрывать спереди. Кофе до сих пор пахнет очень ароматный, довольно крепкий. Как бы все нормально. Сначала мне показался слабоват, и я где-то полторы чайных ложки на большую кружку свою добавляла. Даже две иногда. Но у меня большая кружка фаберликовская, вот эта по 400 мл. На 200 мл, да, одной ложечки как раз нормально. Ой, я не помню уже, какое здесь соотношение арабики и робусты. Я во вкладке сообщества вам оставляла. Можете полистать, поискать, сколько здесь робусты, сколько арабики. Где-то находила информацию, помню, не оставляла в обратной связи, по-моему. Заваривала в основном в кружке во френч-прессе. Если варить, получается еще более насыщенный вкус. Сейчас с удовольствием пью кофе в зернах. С мускатным орехом, по-моему, у меня, если я не ошибаюсь, да. Перемалываю и пью. А вот этот уже молотый, это удобно. Хочется, чтобы вот этот кофе со вкусами фаберлик тоже сделал в молотом формате, да, не только в зернах. Кофе достойный. Так, дальше, девчонки. Закончился вот такой вот гель для интимной гигиены от Стора до Амора. И вы знаете, понравился неплохой такой гель. Сейчас я, в принципе, предпочитаю из детской линейки гель для подмывания. Беру его себе и дочери, и младшей, и старшей. Вот этот брала на пробу, когда была такая весенняя лимиточка. Хороший гель, в принципе, никаких нареканий, раздражений, сухости, дискомфорта никакого не вызвали. Артикул 2645, здесь очень приятная такая цветочная душка, сакура, что-то типа того, да. Поэтому смело могу рекомендовать удобный дозатор. Я этот флакончик оставляла, переливала сюда гель для интимной гигиены из линейки Фаберлик Эксперт, потому что там дозаторами это пользовалось так, да. Но так как сейчас я пользуюсь детским, там тоже есть дозатор, поэтому мне уже эта бутылочка не нужна. Закончилась одна упаковочка у меня дневных гигиенических прокладок. Я вам подробно в предыдущем обзоре заказа прокладку показывала, как она выглядит, да. Артикул их 11289, здесь 10 штук, удобный формат, заглушка удобная, во-первых, в пачке. Они очень тоненькие, у них анионовый чип есть, турмалин, по-моему, там тоже есть. И могу сказать, что во время месячных меньше болеет живот с ними. Однозначно у меня так, и многие девочки в комментариях мне тоже писали, что когда начали пользоваться прокладками Фаберлик, во время критических дней, действительно живот болел меньше или вовсе не болел. Поэтому, девчонки, кто страдает какими-то болями, очень рекомендую вам присмотреться. Я не знаю, как они работают, но они действительно работают на уменьшение болевых ощущений. Так, закончился у меня вот такой восстанавливающий спрей-сыворотка Биомика, артикул 1243, неплохой спрей, не скажу, что делает какие-то чудеса. По мне, больше он был как водичка. Здесь более-менее нормальный распылитель, то есть не струей бьет в нос, в отличие от Биомики, да. Но нормальный, нормальный. Дискомфорта, по крайней мере, никакого не вызывал, в отличие от мицеллярки из этой серии, и на этом спасибо, но покупку повторять больше не буду. Как-то вот, ну, бесполезно. Выкидываю палетку, недавнюю новинку, вот такую вот, в артикуле. Здесь артикула, девчонки, нет на коробке. Это теплая, теплая палетка. Там у нас есть холодная, теплая. Хайлайтер почему-то разбился, как и в предыдущих версиях палеток. И как-то что-то вот румяна мне все-таки не нравится. Они старят. Вот эти теплые румяна, они какие-то на лице смотрятся, не знаю, не очень хорошо. И скульптор мне тоже тут не нравится, он как-то грязнит. Вот предыдущая версия палетки очень удачная, она мне нравится гораздо больше. Вот эти две новые, у них какие-то неудачные оттенки, прям вот ей-богу. Как-то, видите, вот эти вот румяна, они грязнят. Я больше люблю, когда какой-то коралловый подтон такой освежающий, а здесь какой-то малиновый. Не знаю, не нашла им применения, даже как тени не хочу использовать. Поэтому я ее выкидываю, знаю, что она у меня будет просто так валяться. Так, дальше. Закончилась у меня соль классическая. Вот такая уэльская. Это просто соль. Соль вся Фаберлик с пониженным содержанием натрия. То есть она меньше соленая. Здесь вот такая вот крышечка с тремя отверстиями. И мы их вот так вертим и переключаем то, которое нам нужно. Артикул соли 161-46. Она действительно очень слабо соленая. То есть в привычном понимании, если вы привыкли пользоваться обычной солью, мелкой или даже крупного помола, то здесь вам будет ее по первости не хватать. Но потом потихоньку привыкаешь кушать менее соленую пищу, как бы все нормально. Буду брать еще однозначно, потому что это удобный формат. И меньше соли, соответственно, есть, это тоже полезно. Поэтому, да, сначала, конечно, приходилось ее прям много-много добавлять. Видите, она у меня за два каталога ушла. То есть за два каталога где-то мы съели вот эту вот банку соли. Так, дальше закончился Венатоник, любимый мой тонизирующий крем для ног. Артикул 1733. Я во время беременности на ежедневной основе пользовалась. Сейчас пользуюсь, потому что с коляской гуляю много. Вообще лето ходишь, находишься на ногах очень много. Ноги страдают, венки страдают. Охлаждает на несколько минуточек и действительно снимает усталость. Мажу и стопы, и все ножки, потом задираю их на стеночку. И такая легкость, холодочек, все здорово, отлично. В конце дня могу и с утра, и в середине дня. Поэтому продукт любимый беру всегда в запас. Несколько баночек, когда бывает акция, у меня всегда стоит. Так, дальше. Закончился вот такой гель для подмывания. Я вам уже про него говорила сегодня. Я пользуюсь младшей дочке беру и старшей дочке. Он у нас 0+, с экстрактом череды алоэ вера. Артикул его 1644. Он классный, он мне очень нравится. Он вообще потрясающий. Я для себя теперь только такой гель тоже и буду брать. Гипоаллергена, приятная такая отдушечка. Знаете, ну детская такая, малышковая. Я уже говорила, что похож на серию Бёбхен аромат по мне. Потому что с первой дочерью в основном Бёбхен пользовалась. И он такой белесый, гелеобразный. Хватает этой бутылочки надолго использовать только для подмывания. Поэтому я вот тоже на него подсела и теперь себе беру. Закончился вот такой увлажняющий шампунь из линейки Ля Крем с кокосом. В основном использовала его дочь. Так же, как и бальзам из этой серии. Бальзам еще не кончился. Потому что мне бывало тяжеловато шампунь с бальзамом из этой линейки. Мне больше нравятся освежающие смятые. А ей как раз нормально. У нее волосы сильно путаются. 86-70 артикул. Это бюджетная линейка. Сейчас они вообще до 100 рублей со скидкой консультанты стоят. Это очень бюджетно. Вы знаете, нормальный шампунь. На ее волосах очень хорошо работал и распутывал. Вместе с бальзамом вообще просто песня. Поэтому да, периодически я эти покупки повторяю. Серия достойная. Так, закончилось нежное молочко для умывания Доктор Кор. Это самый первый, по-моему, у нас с вами, который выпустили из этой серии. 0580 артикул. И оно у нас предназначено для сухой и очень сухой кожи. Но по мне в холодное время года, я начала еще его весной, когда было прохладно, он мне подсушивал кожу. Хотя у меня кожа нормальная, была жирная в летнее время года и в предыдущем году. Сейчас вот она нормальная, в жару только, конечно, может блестеть, но в целом нормальная. Нигде нет сухости, нигде нет сильно жирного блеска. И мне он подсушивал. Я не знаю, как для сухой кожи, хотя многие ему пили прям хвалебные оды. Но сейчас вот я его добила, оставила на жару, на лето, да, и летом как бы нормально. Просто обычное молочко, никаких чудес. Оно очень слабо пенится. Просто молочком так протираетесь, да. Макияж с первого раза не смывает, я пробовала, но я ему не смывала макияж. Я сначала мицеллярку, а потом мицеллярку с лица смывала вот этим молочком. И утром, и вечером. Не повторю покупку, девчонки, даже если будет стоить 200 рублей, потому что, ну, мне не зашло. Не знаю, не очень понравилось, и тем более вот в холодное время года у меня даже вызвал сухость, да, на коже лица. Закончился из линейки Бонжорно, не скажу, что я неправильно говорю, ну, простите уж. Вот такой вот гель для души Япония, артикул 2643, классный-классный аромат, вообще свеженький. Такой, не знаю, для меня апельсинчик с мандаринчиком, и действительно есть мятка какая-то, вот мятка такая свежающая. На жаркое время года вот этот вот именно Япония классно зашел, он такой вот желтенький, видите, даже с водой разбавляли, добивали, это значит, что продукт понравился. У меня сейчас много их в запасе других ароматов, а так гели хорошие, кожу мне не сушат, пенится хорошо, поэтому как бы да. Так, дальше, закончился комплекс экстрактов череды лаванды и календулы для купания малышей, артикул 1700, это действительно комплекс на тваре трав, он очень крутой, и сейчас в жару мы им просто спасались, потому что при 35 градусов тени дома духота, кондиционера нет, конечно, у ребенка возникает кое-где потничка. И мы два раза в день купались, иногда и три в такую жару, в прохладной водичке, и иногда с вот этим комплексом. И вы знаете, он моментально успокаивает кожу, если есть где-то вот эти мелкие красные пятнышки, потничка, да, они прямо успокаиваются, сглаживаются, поэтому действительно продукт работает, очень советую, если у вас есть малыши и даже не малыши на лето, потрясающе. Это такая консистенция, ну как, желтовато-коричневая, как будто как вот действительно отвар трав, пахнет травками, поэтому комплекс классный, у меня много таких бутылочек в запасе, и когда будет акция, обязательно буду брать еще. Так, закончился у меня вот такой вот вулканический скраб, детокс-скраб для кожи головы от Арису, артикул его 7733, ну это неплохой скраб, нормальный, хотя потом вот эти черные частички, если вы блондинка, и у вас светлые волосы могут оставаться застревать в волосах и видны быть, да, потому что плохо вымывается он, много черных мелких частичек, а сам скраб он такой светленький, светло-серый, вот, а так работает неплохо, скрабирует кожу головы неплохо, частички действительно достают до кожи головы и справляются с своей задачей, поэтому нормальный такой скраб, средний, я бы сказала, скраб, но, единственное, говорю, если я блондинка, придется вам как следует хорошо вымывать его, а то будет совсем некрасиво. Так, дальше, закончился вот такой еще продукт от Нечаева, это каша гречни, у вас с яблобой и корицей сегодня доели, с утра буквально с дочерью, мне понравилось, вы знаете, очень понравилось, мы в своем видео тоже тестировали эту кашу, артикул 161.14, и вы еще спрашивали, почему гречка светлая, кто-то из девчонок там ответил, что она уже пропаренная, что ли, что-то такое, очень вкусно. Там действительно много яблок, кусочков и много корицы, кто любит корицу, кто любит вот что-то типа шарлотки, вот такие вот блюда, я шарлотку всегда с корицей делаю, мне очень нравится, тому зайдет. Вкусная каша, я однозначно буду повторять, на утро мне очень понравилось. Закончился вот такой у нас быстро майонез, новинка прошлого каталога, да, даже этого, по-моему, не прошлого. Так, это у нас провансаль оливковый, вкусный, мне легкий не понравился. Артикул майонеза 161.21, здесь 250 грамм, вот он вкусный, его есть можно. Ну и то, вот мне, допустим, сейчас нравится майонез от Хайнс, там горчица есть. Здесь, по-моему, нет горчицы в составе, состав я вам уже зачитывала. Да, здесь нет горчицы, а там вот есть, и он прям вкусный от Хайнс майонеза. А вот этот, ну, средний нормальный майонез, а легкий мне вот вообще по вкусу не понравился, поэтому если выбираете, лучше брать вот этот. Так, буду еще, скорее всего, повторять покупку. Закончилась вот такая вот паста Технокитс 6+, это у нас груша детская, очень хорошая паста, артикул 2359, дочь пользуется уже ей несколько лет, и могу сказать, что она прекрасно очищает эмаль, мы берем ее всегда на постоянной основе, прекрасно удаляет налет зубок, я сама ее пробовала, я знаю, многие девчонки берут себе ее тоже, потому что со взрослыми пастами я не подружилась, да, и вот эту пробовала, вот это класс, и повышенную чувствительность эмали тоже не вызывает, поэтому пасты у Технокитс тоже очень достойные. Так, еще один венотоник здесь у меня завалялся, и все, мои хорошие, да, пробничек от Блюр, я вам много раз тоже про него рассказывала, они у меня потихоньку расходуются, я их как-то набрала много в один момент, потому что была скидка на них по 30 рублей, они были, да, артикул пробника, блин, даже не скажу вам, он здесь оторван, но они есть во вкладке пробники, иногда бывают, так он стоит 60 рублей, иногда бывает по 30, это хорошая цена, потому что вот этого пробника хватает на два раза, крем-блюр у меня есть уже и в полном объеме, да, полноразмерка, и мне он очень нравится, он матирует кожу, он ее разглаживает, он сглаживает мелкие мимические, сглаживает поры, делает кожу такой ровной, бархатистой, ну вот просто бархат, кто пробовал этот крем, тот однозначно покупает полноразмерку, практически все, некоторым он кажется тяжеловатым, у некоторых скатывается по тональному крему, девчонке, у него надо одну каплю, тогда под тональник он у вас скатываться не будет, но я, когда применяю его на дневной основе, тональный крем не нужен, потому что он здорово и так выравнивает рельеф кожи и выравнивает тон кожи, вообще потрясающе, попробуйте, возьмите пробник, попробуйте, класс на самом деле продукт. Так, ну вот и все, мои хорошие, вот такие пустые баночки у меня были на этот раз, надеюсь, видео было вам интересно и полезно, ссылка на регистрацию Фаберлик всегда под видео, проходите, регистрируйтесь, будем с вами общаться, всех люблю, целую, всем пока-пока!